Всем привет, дорогие зрители! С вами AppPlan. Это обзор приложений и различных полезностей для Android. И первое приложение на сегодня называется Яндекс.ЕГЭ. Это приложение, которое содержит в себе задания и пробные варианты ЕГЭ, собственно, где вы можете выбрать необходимый предмет и прорешать его. Русский математику вы можете просто скачать, а для того, чтобы скачать другие предметы, необходимо активизироваться, то есть авторизироваться через Яндекс.Аккаунт. Но давайте запустим математику, я ее очень люблю, и посмотрим вообще, что за тесты ЕГЭ сейчас предлагаются нашим школьникам. Я еще их не смотрел, мне самому интересно. Я сдавал ЕГЭ, когда первый раз его ввели, обязательно. И у нас была часть А, вот сейчас, как вы видите, части А нет, сразу начинается с части Б. Но посмотрим на сами задания. Летом килограмм клубники стоил 80 рублей, Маша купила 1 килограмм 750 грамм клубники. Сколько рублей сдачи она должна получить с 200 рублей. По-моему, такие задачки решают в начальных классах, а не в ЕГЭ тем более. Ну, пусть даже это и первое задание, но все равно, мне кажется, это уж перебор слишком легкое. Умножить и отнять необходимо. Давайте посмотрим еще, какие задания даются нашим школьникам. Как тут перелистываться? Давайте нажмем вот на эту кнопочку и перейдем ко второму заданию. Дана диаграмма температуры средней за каждый месяц. И по диаграмме необходимо определить, сколько месяцев среднемесячная температура была выше нуля. По-моему, просто посчитать столбики, я не знаю, что за задания пошли, или такие сейчас... Все-таки так упал уровень образования, что такие вот легкие задания даются. Но вот это вот уже я вижу посложнее, но думаю, в принципе, его тоже можно решить, и никаких проблем оно не составит. Как вы пререшаете все задания и введете свои ответы, нажмете «Закончить», и вам будет отмечено, какие задания вы сделали правильно, какие нет. И какие нет, там будет написано решение, если я не ошибаюсь, так было, по крайней мере, на самом Яндексе. Но я думаю, и тут то же самое, потому что приложение официальное, и вы можете теперь скачать себе базу тестов и в оффлайне сидеть, ни на что не отвлекаясь, или в дороге готовиться к ЕГЭ. Еще ни разу не делал вот такой зум во время съемки, но вот теперь я его использовал для того, чтобы рассказать вам и показать о виджетах, сделанных в стиле Google Now. Эти виджеты называются Clock Now, и у нас их имеется два вида, Clock Now и Clock Now Tagless. Вот, собственно, они здесь оба использованы. Чем они отличаются? Вот если мы просто Clock Now будем использовать, у нас будут всегда часы и всегда показываются заряды аккумулятора, а третью кнопку мы сможем выбрать сами. Вот этот же виджет мы можем полностью настроить сами. Давайте вот его поместим вот сюда и посмотрим на него. Так, нажимаем нет и выбираем шесть разделов, которые мы хотим, чтобы у нас были на вот такой вот панели быстрого запуска. Пусть это будет Wi-Fi, Bluetooth, допустим, режим самолета, режим звонка и яркость. Нажимаем ОК, дальше нам предлагается выбрать фон светлый, темный, полупрозрачный, либо вообще никакой. Конечно, вообще никакой смотрится достаточно неплохо, но для этого нужны какие-нибудь более темные обои. Прозрачный вы сейчас видели у меня там использован, а светлый давайте вот выберем светлый и посмотрим, как оно будет действовать. А, ну вот, собственно, у меня же так и было. И что самое главное, вот если у вас два одинаковых виджета, то нельзя, чтобы на них были разные объекты. То есть вот такой вот изъянчик имеется. А так, в принципе, достаточно симпатичный и красивый вот виджет можно использовать вместо вот такого вот стандартного черненького и не такого красивенького, как вот этот. Данный виджет называется Clock Widget, доступен бесплатно в Google Play. Следующее приложение называется Copy, и это клиент для облачного сервера. Причем после того, как вы зарегистрируетесь, вам сразу дается 15 гигов. И если вы еще будете приглашать друзей, там тоже по нескольких гигов вам будет даваться. Кому это будет надо, разберетесь. Но, по-моему, и 15 гигов облачного пространства сразу, это достаточно много. Что это приложение умеет делать? Оно умеет загружать и хранить, собственно, ваши файлы. Есть функция, которая автоматически синхронизирует ваши фотоальбомы с этим облачным сервером, либо же можно сюда добавлять файлы вручную. Нажимаем загрузить, у нас сразу открывается встроенный файловый менеджер. Причем сначала галерея отображается вся ваша, но слайдом вправо можно перейти и выбрать любую папку и добавить ее к себе на сервер. Давайте добавим что-нибудь из папки, допустим, Download. Где она у меня? Добавим что-нибудь такое вот существенное, чтобы быстренько загрузилось и долго не ждать. В принципе, загружается достаточно быстро. Не знаю, какая скорость, тут она не отображается во время загрузки. Давайте загрузим вот эту штуку. Выбираем необходимый файл, их может быть сколько угодно. И нажимаем вот эту кнопочку Upload. Вот окей, подтверждаем, и все, у нас пошла загрузка. Файл был очень маленький, и как вы видите, он уже успешно у нас загружен. И мы можем из шторки уведомлений убрать его. Вот вы видите, этот файл у нас уже имеется здесь, и все, мы можем пользоваться. Можно расшарить и дать ссылку своим друзьям. Для этого необходимо вот долгим тапом нажать и нажать на кнопочку вот эту, которая обозначает как бы расшаривание. И все, вам в буфер обмена скопирована ссылка. Причем эта ссылка будет в формате copy.com и slash, соответственно, там тоже не такое длинное название. То есть вполне таки приемлемая вещь. Если перейти с компа по этой ссылке, то откроется сайт вот этого файлового обменника. Там будет предлагаться зарегистрироваться, но можно скачать. Или даже если это песня, то можно прям там на встроенном плеере ее прослушать и также скачать. По-моему, тоже очень классно и удобно. Последнее приложение называется Pixel Artist. И что оно из себя представляет? Оно представляет из себя камеру с множеством различных эффектов. Причем все эффекты у нас работают в режиме реального времени. То есть вот мы нажимаем на эффект, и вы видите, он сразу же применяется, и мы видим результат того, что у нас получится. Не так много вот таких вот подобных камер, причем таких, чтобы они еще и работали достаточно неплохо и качественно. Даже вот на таком вот слабеньком устройстве, как у меня, все достаточно быстро и четко работает. Вот этот мне нравится эффект, как будто космос. И вот если направить на человека, то тоже выглядит достаточно прикольно. Давайте попробуем что-нибудь сфотографировать. Давайте все-таки с космосом сфотографируем и посмотрим, что у нас получится. Все, нажимаем. Все так же быстро фотографируют, как и стандартная камера, в принципе. И мы получаем вот такой вот космический планшет, причем такой немного какой-то монохромный. В принципе, довольно неплохой вот такой вот фотоаппаратик, как альтернатива встроенному. Есть вот такой вот эффект, который искажает, и можно делать разные смешные рожи себе. В общем, наверное, на сегодня все. Вот что смог найти из новеньких, интересненьких программ сегодня для вас, все показал. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok